Приветствую вас, коллега, я полностью согласен. Мне бы только хотелось сделать некоторые дополнения по факту общей картины вашего ребенка и общей картины того, что состояние ребенка связано непосредственно с его матерью и если на данный момент у ребенка наблюдаются определенные проблемы, то, во-первых, на что вам само нужно обратить внимание. Вот вы пишете, что у вас была надавая депрессия и срывы, значит, соответственно, вникает вопрос, прошли ли эти симптомы, какая у вас сейчас масса в семье, какие у вас сейчас отношения с мужем, все ли у вас хорошо, отсутствуют ли какие-либо раздражающие факторы и так далее. На эти вопросы нужно ответить, чтобы при возникновении проблем поработать именно с вами, для того, чтобы все-таки как-то улучшить атмосферу в семье, возможно, улучшить ваше самочувствие, возможно, сделать вас более счастливой, более непринужденной, более свободной, чтобы ребенок чувствовал, что у вас все хорошо и тогда самостоятельно так же улучшал бы свое состояние. Если ребенок чувствует, что с его мамой не все в порядке, что его мама там напряжена, расстроена, грустит, то и у самого малыша тоже возникает соответствующая проблема. Дальше. Следующий момент, который касается... Значит, следующий момент, который касается вас, это то, что вы пишете, значит, что ваш ребенок боится мусекомых, мух и комаров. Первое, что нужно сказать, это то, что страх, который есть у него, он ведь возник не только сегодня и не с часа, он возник какое-то время назад. Надо, чтобы вспомнить, с какого момента у ребенка начались эти проблемы, обратить внимание на первые проявления подобных реакций. Когда-нибудь, в ответ на что? Вполне возможно, у ребенка есть некое невысказанное, невыраженное вам переживание, которое он не может вам выразить, потому что тогда, когда оно у него было, он вам его не высказал по каким-либо причинам, а сейчас они у него уже эти переживания достаточно глубоко и во многом с ним разговаривать. Во многом с ним разговаривать и проговаривать все то, чего ребенок боится. Может быть, показать ему безобидное мусекомое, может быть, что ты решил. Это уже, конечно, решат вам, но, тем не менее, важно обратить внимание на то, с чего все началось. И вот в зависимости от того, с чего все началось и действовать. Вы сами уже сейчас можете оказать своему ребенку помощь, это начать с ним разговаривать, начать выстраивать с ним друзейские доверительные отношения с тем, чтобы ребенок вам доверял, чтобы он с вами всем делился и тогда, тогда можно говорить о том, что эти страхи про это пройдут. Потому что страх есть, по сути, комплекс. А ребенка что-то напугало, когда-то он это не высказал, не проговорил, это у него зацело и теперь влияет на его поведение. Ну, обязательно об этом разговаривать. И в начале, конечно же, с вами. А вот и потом, потом может быть и детский психолог распорядоваться. Если самостоятельно справиться, вы не сможете. Но обязательные условия для самостоятельного решения проблемы, это обязательные условия, это все-таки решение ваших личных проблем, если таковые есть. И очень рекомендовал бы вам, знаете, чтобы ребенок подчаще общался с отцом, чтобы подчаще увидел мужское поведение, чтобы желание быть таким, например, как его отец, или какой-либо другой мужской пример, например, мужского поведения, стимулировал его на то, чтобы, скажем так, чисто из соревновательных целей бороться со своим страхом собственными ресурсами, собственными силами. Это также поможет вам решить данную проблему. То есть, как вы понимаете, направлены несколько, и не означают они, что вам нужно сразу искать детского психолога. А тем, конечно, нужен. Попробуйте сперва своими силами справиться, попробуйте решить сперва свои проблемы, а потом уже посмотрим, как можно будет помочь нашему ребенку, как у нас реагировать, например, на восстановление вас, на устранение проблем, которые есть у вас, или могут быть, какая у вас атмосфера в семье, и как ее можно улучшить. Эти моменты очень важны. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Надеюсь, вы примете верное решение.